Мисс Искитимского района 2020 выбирали 14 марта в районном Доме культуры имени Ленинского комсомола в Искитиме. Несколько моментов с конкурса предлагаем вашему вниманию. С общего зажигательного танца участниц начался конкурс. В районе он проводится ежегодно и все новые девушки стремятся завоевать корону победительницы. В этом году конкурс посвятили 85-летию Искитимского района, а потому он стал значимым событием в череде празднования юбилея. Сегодня замечательный весенний день, как было сказано, самое прекрасное мероприятие года, конкурс красоты. Все мы знаем, что он уже в седьмой раз сегодня проводится. Начало было положено в 2013 году. Конкурс, можно сказать, тогда получил одобрение. Одобрение не только руководства администрации Искитимского района, но и жителей Искитимского района. И сейчас, в настоящее время, можно сказать, что уже стал популярным таким конкурсом. Замечательно то, что он проводится в год 85-летия образования Искитимского района. Искитимский район наш любимый, он, конечно же, красив. И красив он не только природой, но и нашими женщинами, девушками. В чем мы сегодня, наверное, в очередной раз и убедимся. Популярность конкурса среди юных красавиц год от года становится больше. Из восьми очаровательных участниц жюри предстояло выбрать самую-самую. Ту, которая с гордостью будет носить звание «Мисс Искитимского района-2020». АПЛОДИСМЕНТЫ Конкурсанток оценивала серьезное жюри, состоящее из семи человек. Юность сама по себе прекрасна, но помимо красоты, грации и обаяния есть еще кое-что. Судьи заглянули несколько дальше внешности в ходе интеллектуального конкурса, посвященного в этом году юбилею района. Назовите фамилию человека, который возглавлял наш район на протяжении 17 лет. Итак, участницы, поворачиваем свои планшеты. И мы зачитываем Травкин, Парфенцова, Парфенцова и Парфенцова. Итак, правильный ответ. Парфенцова Татьяна Михайловна. Уважаемые участники, второй вопрос. В каком году был открыт кинотеатр имени Ленинского Коксомола? Итак, поворачиваем планшеты в зрительный зал 1959, 1959, 1959 и 1959. Действительно, дорогие друзья, правильный ответ – 1959 год. О себе и о своей малой родине девушкам предстояло рассказать во время визитной карточки. Этот этап конкурса прошел в видеоформате. Свои минутные ролики претендентки на звание «Мисс» готовили заранее. Есть поселочек в районе невелик, но и немал. Так сложилось, что однажды родиной моей он стал. Здесь живут мои родные, здесь учеба и друзья. Для него творить стараюсь и стать лучше, чем была. Конкурс детский или праздник, фестиваль, концерт, проект. Приложу свои умения, по душе мне жизнь и бег. Школа лидеров призвала, бросив по району клич. И, конечно, я попала. Сцена, люди, сотни лиц. Льется песня над домами, август золотом блестит. И на фестивале бардов голос мой опять звучит. На ТВ дела района зрителям я покажу. Ведь не зря уж год, который журналистскую служу. Бьется сильный пульс района, слившийся из всех сердец. Если есть в нем и мой голос, я, наверное, молодец. Творческий конкурс, последовавший далее, дал участникам шанс заявить о себе как можно ярче и громче. И тут уж от фантазии и способностей девчонок зависело и направление номера, и его исполнение. Творческий конкурс Как птицы, знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Как оказалось солнышко из-за серых туч, Освятил Господь любовью крови лимогуч. Силушка эх, родная, сквозь века до нас, Докатилась ловушка, Бог Россию спас. Русь православная, святая Русь, Вера державная, хранит вас пусть. Среди других играющих детей она напоминает ягушонка. Заправлена в трусы худая рубашонка, Колечки рыжеватые и кудрень рассыпаны, Рот длинен, зубки кривы, Черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, Отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, Гоняют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу. Чужая радость, так же, как своя, томит ее. И вон, и сердце рвется, И девочка ликует и смеется. Потом, ночной, мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ты, платочек, Милый, желанный рад. Нет больше ночи, где ты, платочек, Милый, желанный рад. Милый, желанный рад. Оставшись с мальчиком наедине, С улыбкой милую ему сказали. Ты славный и подходишь нам вполне. Тебя к себе бы с радостью мы взяли. А он, глазенки опустив, молчал. Ну что же ты ничего не отвечаешь? Смотри, тебе мы дарим самосвал. А вот конфеты, если ты желаешь. Спасибо, вежливо звучал ответ. Но здесь игрушек много, очень много. А что у вас еще для деток есть? И голос мальчика в надежде дрогнул. С женой, переглянувшись, муж сказал. Ну, дом у нас и дача, и машина. Милая, скажи, чего бы ты еще хотел? Тебе мы купим, если только сможем. Мне ничего не нужно, ничего. Хочу я только, чтоб меня любили. И стало стыдно взрослым от того, Что о любви они совсем забыли. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Она ногу мне сейчас расскажет. В своем ушах твои уведомления. Но не для меня идти движения. Знаю, любишь, нет во мне терпения. Вспоминаю наши притяжения. Честно ты и друг твой цифровой вдох. Испытай в край мое терпение. Дополнительные баллы конкурсанткам могли принести и группа поддержки. Жюри обратило внимание, насколько они активные, позитивные, звонкие. Плюсом считались и лучшие фотографии, сделанные перед конкурсом во время специально организованной фотосессии. Ну а самым красивым, трогательным и долгожданным стал, конечно, конкурс дефиле в вечерних платьях. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот всей этой красоте не дано было просто стоять на сцене и покорять зал своими улыбками. Пришлось отвечать на каверзные вопросы жюри. Проверка на гибкость мышления, смекалку и находчивость. У меня вопрос на извечную тему. Дорогие мои любимые девочки, что такое любовь, по вашему мнению? Любовь для всех абсолютно разная. Кто-то видит в этом светлое, для кого-то есть больная любовь. Но я хочу сказать не только о любви противоположного пола, я хочу сказать о всей любви. О любви к отчизне, о любви к родителям, к подругам, к близким. Любовь — это, наверное, то чувство, без которого мы бы не смогли жить. Это то, что нас всех объединяет. И поэтому любите и будьте любимы. Для меня любовь — это непередаваемые ощущения и чувства. Мы никогда не сможем передать тем людям, которые не любили, или у которых еще не было любви, что такое любовь. Это нужно почувствовать. Кто она? Девушка 21 века. Может, черты, качества? Девушка 21 века — это харизматичная, уверенная в себе, интеллектуальная, с чувством юмора. Разносторонняя, креативная, с красивой улыбкой и любящая. В любом веке красота оценивается по-разному и по-своему. Так же, как и черты характера. В 21 веке, по моему мнению, девушка должна быть хозяйственная, ухоженная, чтобы она всегда сияла, всегда на нее все смотрели и радовались, улыбались. Женщина 21 века — это уверенная в себе женщина, которая может постоять за себя и отстоять свои права. которая не боится заявлять о себе, которая не боится критики, публики. Жюри долго совещалась, спорила, терзалась от трудностей выбора, но вердикт все-таки вынесла. Самый волнительный момент — вручение наград. Весь дружба. Эту номинацию получает номер 2 Дарья Савастьянова. От нашего агентства я бы хотела вручить ленту и сертификат на 4 тысячи на обучение в нашей модельной школе только одному человечку, у которого, я считаю, самые большие перспективы в модельной сфере, и кто показал самый большой, грубо говоря, прорыв с момента первой репетиции, дефиле до сегодняшнего финала, и это конкурсантка под номером 6. Молодец! Молодец! Мисс зрительских симпатий звания получает девушка под номером 7. Девчонки, не так давно я сама была участницей. У меня сердце колотилось с такой просто силой невероятной. Даже руки сейчас продолжают трястись. В общем, все умницы, все красавицы, все талантливые. Но среди них есть одна девушка, которая представит свой район на областном конкурсе «Мисс здоровый образ жизни 2020», который состоится в сентябре этого года. Ну, я думаю, в принципе, вы догадываетесь, что харизматичная, яркая, очень активная... Надюха Нижняя! Номер один! Кристина Дорогова! Ни одна из девушек не ушла с конкурса просто так. Цветы и подарки поднимали настроение. И все же волнение. Оно достигло высшей точки, когда члены жюри начали оглашать имена победительниц. Вторая вице-мисс Скитимского района у нас становится Севастьянова Дарья. Первый вице-мисс Скитимского района. Еще надо сказать, что здесь вручают сертификат на обучение по курсу «Сам себе без жизни». И первый вице-мисс у нас становится Нижний Надежда. Гурный аплодисменты, дорогие друзья! Красой из Скитимского района у нас стало Дороги на Кристина! Нескончаемые, бурные и самые громкие! И сейчас снова победительница конкурса, непотражаемой Кристины Дорогиной! Я сейчас скажу, в первую очередь, слова благодарности. Без них никуда, потому что, если бы не моя команда, с которой я вместе работала, которая меня поддерживала 24 часа в сутки, благодаря которым все осуществилось, я бы сейчас здесь не стояла. И для меня это большая честь, что люди поддерживают. Я вас очень люблю, каждого спасибо, что вы со мной. Честно, думала, не буду волноваться, но когда стояла, и все, у меня уже ноги вот так, все тело дрожит. Я хочу сказать, верьте в себя, всегда участвуйте, пробуйте себя. У меня даже руки трясутся. И для меня это большая честь, стать миссис Скитимского района в юбилейный год Скитимского района. Я хочу сказать спасибо большое. Я вас всех люблю. Я счастлива! Спасибо! Наш выпуск подошел к концу. Все самое важное и интересное вновь расскажем в новостях Ленева через неделю. А я желаю вам мыслить позитивно и с максимальной пользой и удовольствием проводить время в кругу семьи. Всего вам доброго! До новых встреч!